Я не раз говорил, что идет гибридная война. В данном случае наслоилось три события. Прежде всего, рухнула нефть, было почти 70 долларов, а вчера 21. Резко провалился наш рубль, и на это наложилась мощная эпидемия, которая несет угрозу независимо, где вы живете, какой у вас партийный билет или разрез вас. Надо этому предстоять мощно, организованно и друг. Надо иметь в виду, что тот карантин, который объявлен, он крайне необходим. Я бы хотел призвать всех граждан нашей страны, всех моих друзей и товарищей, строго соблюдать этот порядок. Мне пришлось в армии служить три года в специальной разведке по борьбе с биологическим, химическим и ядерным оружием. Вы видели, как президент одевал скафандр. Я в этом скафандре просидел почти год и в противогазе. Иногда по 3-4 часа работал на смертельно зараженном участке. Поэтому здесь надо очень энергично проводить целую серию мер. Когда расползается такая зараза, одна из лучших мер на первой стадии – это жесткий карантин, самоорганизация и строгое соблюдение элементарных вещей. Потому что передается это пока контактным образом. Одновременно нет лекарства, которое бы эффективно могло вам помочь. И это прежде всего дело каждого человека. Поражаются прежде всего люди старшего возраста в силу ослабленного иммунитета. Тем более иммунитет особенно слабеет в марте и в апреле месяце, когда заканчивается запас витаминов прошлого года. А многие живут крайне бедны и нет возможности пополнить новый запас. На мой взгляд, сейчас очень важно принять меры по защите. Прежде всего тем, кому тяжело. Это те, кто перенет тяжелые болезни, кто являются хрониками и кто одновременно имеет солидный возраст. Я бы обратился ко всем друзьям и товарищам. Максимально помочь всем, кто рядом есть, родственникам, друзьям, близким. И помнить. Помнить в том числе и молодежи. Молодежь легко переносит, как правило, эту болезнь. Но она является главным разносчиком. Поэтому строго соблюдайте меры, которые предписаны. Есть сейчас возможность собраться вместе с семьей. Посидеть, почитать, посмотреть, пообсуждать. Вот пообщаться побольше. Многие в силу работы не имели такую возможность. Ни с детьми, ни с внуками. Вот в рамках семьи сейчас можно очень хорошо поработать на будущее. А будущее – это новый курс. Это защита каждого человека. Это все, что связано с современными технологиями. Что касается правительства, пока оно предлагает ограничительные меры. И некоторые меры защиты тем, кому очень тяжело. Но этих мер крайне недостаточно. Например, американцы уже договорились почти 3 триллиона долларов влить в экономику. Это более 10% от их ВВП. А наши пока выделили 0,3% от ВВП. Это жалкие крохи, которые мало кому помогут. Кто прежде всего поздравляет вся инфраструктура, туризм, сфера обслуживания и многое другое. У нас одних самозанятых в стране вместе с такими почти 30 миллионов. Все они попадают под жуткое давление и безработицу. По некоторым оценкам у нас в пять раз увеличится число закрытых предприятий этого рода. И может достигнуть безработицы 8 миллионов. Поэтому надо принимать сейчас долгосрочные меры. А пока Сулуанов только обещает что-то тратить. А надо думать, как развивать свою экономику, свою производство. У нас для этого многое есть. Надо учиться у советской страны. Советская страна принимала исключительно энергичные меры. Надо учиться у китайцев, которые за счет высокого управления, самоорганизации, дисциплины и ответственности справились с тяжелейшей больницей и помогают всем остальным. Но есть еще одно обстоятельство, которое мы должны все учесть. Тот американизированный глобальный капитализм, который строили, сейчас на глазах разваливается. Это видно по Америке, которая не справляется с болезнью. Это видно по Евросоюзу, который на глазах разваливается, не в состоянии помочь даже ни Италии, ни Испании. Это видно по всей инфраструктуре, которая заточена была на обслуживании капитала. Капиталист терпит сокрушительные поражения. Есть два способа выйти. Это способ, который продемонстрировал советская страна. Мы не занимали ни одного доллара, справились и подняли экономику, сделали классное образование и победили фашисты, прорвались в космос. И одновременно, хочу это особо подчеркнуть, как специалист, мы победили в советской стране все самые тяжелые болезни. Чума свирепствовала. В 1934 году Покровская изобрела вакцину и спасла практически всю планету. Она получила потом сталинскую премию. У нас холера свирепствовала, несколько эпидемий было и с ней исправили. Мы все сделали для того, чтобы одолеть сибирскую язву и малярию. Этот уникальный опыт был помножен на гражданскую оборону. У нас в каждом ВУЗе девчата получили профессию медицинской сестры, а мальчики проходили специальную подготовку. Нам надо максимально учесть этот опыт. Он имеет общемировое значение. Сейчас видит и Европа, а, кстати, Китай пользовался уникальным нашим опытом. Ну и еще надо иметь в виду. В истории человечества было три мощные пандемии такие. Называлось в свое время Юсенианова чума. В 550-й год выкосила почти всю восточную часть Римской империи. Потом в 14 веке чума прокатилась по Европе. И была еще испанка такая болезнь. Знаете, во время гражданской войны. Кстати, это одна из причин, почему завершилась тогда и мировая война. И она унесла 5% населения планеты. Вот сегодня мы столкнулись с четвертой эпидемией. И здесь требуется концентрация всех ресурсов и средств для совместной борьбы. Никто в одиночку этот вирус не победит. Для него нет границ, нет национальностей, нет ваших различий партийных билетов. Это требуется колоссальных усилий. Вот попытка двадцатки собраться европейцев, европейских лидеров показала, что нужно вырабатывать новые правила. И никакие санкции, все это полная чепуха. Мир стоит перед новыми вызовами. И здесь самым сильным лекарством будет социализм, справедливость, забота о каждом человеке, хорошая зарплата, крепкий иммунитет. И чисто личный совет. У меня был командир с Ладоги Макаров. Когда он приехал, он прописал простейшие вещи, мне казалось. Но у нас в разведке не болели. А рядом в воинской части каждый второй попадал в лазаре. Что он делал? Закаливание, хорошую зарядку, чеснок, лук, крепкие специи. Оказывается, они поднимают внутреннюю температуру на полтора градуса. И в этой среде вирусы не живут. Происходит самоочищение, как организм. И одновременно все делал для того, чтобы безукоризненно выполняли все карантинные мероприятия. И среди продовольствия должно быть и орехи, и зелень, и все остальное, что помогает укреплять иммунитет. Крепкий иммунитет держит и защищает от любого вируса. Вот все вместе это даст возможность поправить ситуацию. Ну и помнить, вирусы не живут на солнце, боятся свежего воздуха и боятся хорошего юмора. И на заключении одну притчу. Идет верующий в храм, а навстречу чума ему с косой. Ты, говорит, куда идешь? Да иду, говорит, помолиться за здоровье близких, за мир на земле. Ты праведник, иди, я тебя не трону. А ты куда идешь, чума? А я иду в город, там все воровские в грехах погрязли. Кардова Тарова порешу. Он возвращается, она опять навстречу. И что, говорит, да порешила. И что Кардова Тарова, что ж такая злая? Я порешила в лучшем случае пять человек из сотни. Остальные померли от страха и паники. Страх и паника – самая большая угроза в этих условиях. Поэтому не терять присутствие духа и строго выполнять все предписания. Заботиться о ближних, особенно о детях, женщинах и стариках. Редактор субтитров А.Семкин